Когда-то у этого парня были приличные проблемы со здоровьем, но он не сдался и стал мастером боевых искусств. Когда-то он рассказал своему другу о том, что хочет стать актером. Об этом узнали сверстники и его обсмеяли. Но он не стал слабее, а лишь доказал, что мечты творят человека. Всем привет! Этим роликом я вам предлагаю вспомнить такого малоизвестного актера боевиков, как Билли Блэнкс. Он стал миллионером не за счет фильмов, а благодаря разработанной им методике Тайбо. А в крупных кинопроектах он появлялся лишь в небольших эпизодах. Например, драка с Ван Дамом в Самоволке и заключенный в картине Танго и Кэш с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Однако сегодня мы поговорим о фильмах, в которых Билли был в главной роли. И хотя их недостаточно много, чтобы было из чего выбирать, но на мой взгляд это были приличные бэшки. Таких картин сегодня в подборке будет 8. Погнали! Начнем наш топ с картины 1996 года «Баланс сил». Классический по меркам 90-х файтинг-боевичок, в котором Билли играет преподаватель школы боевых искусств по имени Нико. Крутой дядька наставляет на путь истинной трудных подростков. И, казалось бы, своей скромной персоной никого не должен напрягать. Однако его деятельность пересекает интересы местной криминальной группировки, которая организует смертельные подпольные бои, где проигравшая сторона навсегда покидает турнир и прощается с жизнью. Главный герой должен вступить в бой с плохими парнями, дабы указать им их место после того, как пострадал один из учеников его школы. Но силы не равны, мужика прессуют мафиозы, и в одну каску этих беспредельщиков не одолеть. Но это не беда, ведь главного героя под свою опеку берет японец с похабным именем Мацумото, который своими нестандартными методами тренировок кует из главного героя крутого бойца. Пацану будет нелегко, ибо шизанутый дед сделает все, чтобы победа осталась за ними. Именно Нико должен проникнуть в преступное логово в качестве участника подпольных боев, обломать рога одичавшим злодеем и разрушить изнутри грязный криминальный бизнес. Держитесь, злые пацанчики, по вашу душу идет Нико. Роль наставника главного героя сыграл небезызвестный Мако, одного из ключевых антагонистов Джеймс Лью, который в эпоху кассетных боевиков примерил на себя немало злодейских образов. Снова в бой. Билли Блэнкс в дуэте с рестлером Роди Пайпером, а играют они, естественно, крутых мужиков. Блэнкс в роли простого таксиста Билли, но не простого спецназовца в прошлом, у которого непутевая и тупенькая сестра влюбилась в парня из преступной группировки. Что поделать? Деваху надо спасать. Другой герой, полицейский Фрэнк, потерял напарника в перестрелке с теми самыми бандитами и жаждется наказать отмороженных преступников. И эти два разные мужика занимают одну сторону баррикад. Билли и Фрэнк изначально не понимают мотивов друг друга и даже смачно дерутся в баре, но в итоге объединяются, дабы своими крепкими руками разнести в щепки опасную и могущественную банду, которым закон не писан. Но нашим героям от этого ни капельки не страшно, бояться должны бандюганы. Фрэнк и Билли используют свои навыки, перестреляют плохих парней, а тем плохишам, кому повезет чуть больше, просто надают люля кебабов, ибо нечего дергаться. Крепкая бэшка, в которой Билли показал себя во всей красе, а любители олдскульных боевиков уж точно не должны заскучать, ибо сценарист и постановщик картины щедро снабдили ее как боями, так и перестрелками. Король кикбоксеров. Когда я в детстве пересмотрел несколько фильмов с Билли Блэнксом, в моем сознании он был зацементирован в качестве благородного героя, но посмотрев малобюджетного короля кикбоксеров, я был знатно шокирован, ибо сыграть такого, ну очень плохого человека, это ж надо постараться. Билли Блэнкс в роли злодея Хана. Этот злодей с каменным лицом на съемках фильмов о боевых искусствах отправляет своих соперников на тот свет по-настоящему. Само собой, так долго злодействовать не есть прилично. И на антагониста выходит полицейский из Нью-Йорка, который имеет личные счеты с отморозком. Тот 10 лет назад убил его брата в Таиланде. Месть будет жаркой, но перед этим герой стоит изрядно потренироваться у местного алкаша, а по совместительству крутейшего бойца пранга, у которого старые счеты с Ханом. Фильм очень похож на хитовый кикбоксер 1989 года с Жан-Клод Ван Дамом, но от этого не теряет ценности в глазах поклонников фильмов о боевых искусствах. Тем более, что компанию Билли Блэнксу составили не менее известные по меркам категории B Лорен Авиден и Кит Кук. Когти Орла Рукопашный боевичок, в котором Билли Блэнкс играет вместе с другой звездой категории B – Джалалом Мерхи. Они неоднократно появлялись вместе на экране, но об этом чуть позже. Ребята воплотили собой крутых силовиков – канадского и американского полицейских, которые, раскрывая тяжкие преступления, выходят на подпольный бойцовский турнир, внедряясь в доверие к бандюганам, прежде чем бросить вызов отморозкам. Парням придется дико потренироваться, ибо лоха видно за версту. Надо ли говорить, что своими крепкими руками и ногами парни покажут злодеям, где раки зимуют и перешинкуют всех диких гопников? Одного из антагонистов в очередной раз сыграла немецкая брутальная мышечная машина в лице Матиаса Хьюза. Это дойчен шкаф. Несмотря на свою слабую актерскую игру, умудрялся приковывать к себе внимание зрителей. Полицейские 2000 года В этом фильме собрались звезды категории «Б» из файтинг-сегмента. Сам Билли Блэнкс и его боевые коллеги Болла Йенг, Матиас Хьюз, Джалал Мерхи. Мрачноватая по своей атмосфере киношка о не очень-то хорошем будущем. Как всегда бахнула экологическая катастрофа. Элита обустроила город под землей. Всякие гопники с поверхности пытаются проникнуть в подземный город. И тут-то их ловят так называемые трекеры. Фактически это копы, которые охраняют подземный мир. И нет бы злодеев валить из волыны, но герои принципиально любят махаться. И вот напарницу главного героя Джейсона убили. И тут начинается лютый замес, в котором главному герою поможет добрый китайский пацанчик Сумай. В исполнении Болла Йенга. Несмотря на глуповатость сюжета, здесь на него не стоит делать акцента. Ибо здесь очень много дерутся. Так что слабенький сюжет просто выступает ширмой. Как-то даже в одном из отзывов зритель жаловался, что боев здесь чересчур много. Для кого-то это повод расстроиться, а кому-то резон порадоваться. Крутой и смертоносный. Билли Блэнкс уже второй раз на пару с известным рестлером Роди Пайпером. Выдал немного примитивный, но весьма зрелищный боевичок. В котором герой Билли, агент Портер, теряет память в результате покушения на него. Помочь вернуться в прошлое помогает частный детектив, весельчак Элмо. Стоит ли говорить, что эти двое побьют много плохих парней, прежде чем докопаются до истины? В моем детстве этот фильм распространялся на видеокассетах компании Екатеринбург Арт Хоум Видео. Хотя и впервые я его увидел по какому-то пиратскому каналу. В настоящее время иногда пересматриваю. Если сравнивать дуэт Билли Блэнкс и Роди Пайпера с фильмом Снова в бой, то скажу, что картина крутой и смертоносной будет явно повеселее. Ибо персонаж Роди Пайпера иногда знатно юморит, да и вообще, на мой взгляд, он был харизматичным мужиком. Разборка. Это кино можно смело рекомендовать, даже для семейного просмотра. Блэнкс в роли своего тезки Билли, который работает в школе дворником. В прошлом он был крутым полицейским, и его навыки оказываются востребованы даже сейчас в школе. Нет, он не будет колошматить детей за то, что те стреляют в Сиги и покуривают во дворе школы. А он всего-то поможет подростку Кену Марксу, который оказался новеньким в этой школе и сразу же стал отхватывать в табло от местного озверевшего каратиста. Билли берет под опеку парня и делает из него боевую машину, которая в конце картины встретится со своим обидчиком на подпольном турнире боевых искусств. Помимо этого, сам Билли также должен встретиться на этом турнире со своим давним врагом и по совместительству наставником того самого озверевшего подростка-каратиста. Заезжий на сюжет, завязанный на превращении слабенького паренька в бойца, однако не должен отпугнуть любителей боевиков. И по мне, это очень классный мотивационный боевичок от режиссера двух частей фильма «Лучшие из лучших». И завершает наш ТОП фантастический боевик «Пощады не будет». Вот эта киношка мне очень нравится и по сей день, несмотря на то, что сюжет построен на компьютерных технологиях, которые почти 30 лет спустя после выхода фильма смотрятся довольно убого, но не в них фишка фильма. И снова дуэт Билли Блэнкса и Джалла Ломерхи. Они играют хороших парней, которые под прикрытием внедряются в Академию виртуальных боевых искусств. И обязаны разоблачить ее лидера Уорбека, который на самом деле маскирует эту школу под киллерский бизнес. В недрах заведения тренируют наемных убийц. Вот тут-то мужикам придется знатно помахаться. Изначально роль Билли Блэнкса должен был исполнить Оливье Грюнер. Мне лично в этой картине понравился главный злодей Уорбек в исполнении канадского актера Вольфа Ларсена. Тот и еще психопат-нарцисс. Интересно, что сначала на его роль рассматривали Гэри Дэниелса. Но американские дистрибьюторы оказались почему-то против его кандидатуры. Еще лично мне запомнилась отсюда актриса Лори Холден. Но исключительно потому, что она снималась в нескольких сериях моего любимого сериала из 90-х «Секретные материалы». Еще в картине снялся родной брат Билли, Майкл Блэнкс, с которым у главного героя был бой в конце фильма. В общем, на мой взгляд, это крепкая боевая киношка категории «Б», которая уж явно не заставит скучать любителей файтинга 90-х. Обязательно напишите в комментариях, ваш любимый фильм с Билли. Ставьте лайки. Всем добра, любви, мира. И до новых роликов.